Для создания собственного типа пользовательского поля необходимо определить класс с определенными методами, а затем передать его метод описания в события главного модуля OnUserTypeBuildList. В классе типа пользовательского поля также указываются методы для вывода значения поля в списке элементов в административной части, в форме редактирования и в фильтре. Стандартный класс типа пользовательского поля содержит следующие методы. Метод описания класса типа пользовательского поля. В нем указывается название типа поля, название и описание класса, а также базовый тип, число, строка, список и другие. Метод, указывающий тип данных в базе данных для данного типа пользовательского поля. Метод, возвращающий массив с параметрами экземпляра пользовательского поля, привязанного к конкретному объекту. Метод проверки введенных значений перед сохранением значения пользовательского поля в базу данных. Метод получения вариантов значения пользовательского поля для свойств типа список. Метод формирования строки для сохранения в поисковый индекс. Далее в классе типа пользовательского поля описываются методы, отвечающие за вывод HTML-кода в различных формах. В форме параметров пользовательского поля, в форме редактирования значения одиночного и множественного поля в административной части, в фильтре, в списке при просмотре редактирований в административной части. Практически все методы класса типа пользовательского поля принимают два входных параметра. R-UserField содержит описание пользовательского поля, которое задается при редактировании пользовательского поля в административной части. R-HTML-Control содержит наименование, значение и дополнительные параметры, необходимые для вывода HTML-элемента для редактирования значения свойства. Создаем отдельный файл. Bittrex.php.interface.include Файлик назовем UserTypeFlag.php В этом файле будем проводить описание класса, необходимого для добавления собственного пользовательского поля. Не забудем подключить этот файл в init.php А в самом файле укажем следующее. Во-первых, нам необходимо указать событие, которое будет вызываться и подключать наше пользовательское поле. Для этого вызываем стандартную функцию addEventHandlet, которая добавляет в обработчик событие. Для класса main событие называется onUserTypeBuildList. И здесь укажем метод класса, который мы сейчас создадим. У нас будет c-user-type-flag. А метод будет называться стандартно-get-user-type-description. Дальше будет идти само описание класса. Класс у нас будет являться расширением стандартного класса c-user-type-in-am. Называться будет, как уже выше было сказано, c-user-type-flag. Что указывается в этом классе? Выше я уже говорил, что существует навод стандартных методов для указания их в классе пользовательского поля. Существуют стандартные классы пользовательских полей. Соответственно, в нашем случае мы также возьмем за основу класс для пользовательского поля типа список. Для этого зайдем в matrix-modules-main-pluses-general. Здесь существует несколько файлов. Все они начинаются на using-type. Нас интересует файл using-type-in-am. Это как раз файл с описанием пользовательского поля типа список. Прежде всего, нас отсюда интересует функция get-using-type-description. Скопируем ее себе. И пока, наверное, все. Дальше смотрим. Using-type-id — это идентификатор нашего типа данных. У нас он будет флаг. Наименование класса. То есть оно должно совпадать с именованием класса выше и должно называться say-using-type-flag. Описание класса полно нужно сделать, конечно, языковыми сообщениями. Давайте подключим сейчас. Таким образом, мы сказали, что у нас рядом с данным файлом должен лежать. Должна лежать папка length. В ней, соответственно, файлик using-type-flag. И в нем здесь указываются определенные length-значения для данного поля. Прежде всего, using-type-flag description — это описание пользовательского поля. И базовый тип. Пазовый тип — это как раз список. На самом деле все. Теперь при попытке зайти в административную часть, в профиль пользователя и добавить пользовательское свойство у нас появилось пользовательское поле типа flag. Давайте у него зададим другой символный код. У нас уже поле UF flag занято. Пусть это будет language. Укажем также тип отображения флажки. И то же самое язык. Нажмем применить и сразу укажем наименование языков русский, английский и немецкий. Применим изменения. Посмотрим идентификаторы 13, 14 и 15. Не забудем скопировать изображение. 13. Это будет 14. И последние 15. Теперь если мы перейдем в публичную часть, в профиль пользователя, здесь добавим данное пользовательское поле к выводимым, то мы сразу увидим его с флажками. Почему? Потому что у нас, если вы вспомните шаблон main profile, то здесь подключается компонент system field edit с шаблоном, равным using type id пользовательского поля. А using type id в классе у нас равен флаг. Соответственно, у нас пытается подключиться system field edit с шаблоном флаг, который мы с вами создавали ранее для пользовательского поля. Чтобы им пользоваться, на самом деле, больше ничего делать нам не нужно. Единственное, мы можем удалить ранее созданное пользовательское поле, предыдущее, которое называлось uf-flag и было типом данных список. чтобы оно нам не мешало. Теперь у нас есть одно пользовательское поле на странице флаг. Для собственного типа пользовательского поля также важно определить шаблон компонента system field view. Он используется в публичной части сайта для вывода значения пользовательских полей. Например, в форуме. Если мы разместим сейчас компонент форума, для этого создадим раздел форму и разместим там стандартный комплексный компонент. Так вот, если мы зайдем сейчас в раздел пользователя, зайдем в профиль пользователя, там мы, естественно, не увидим никакого языка. Но если в параметрах компонента мы выключим простой режим настройки и укажем отображение нашего пользовательского поля язык, для которого не определен шаблон шаблон компонента system field view, то мы увидим ошибку. Чтобы ее исправить, нам необходимо отложить шаблон компонента system field view. За основу берем также и нумерейшн. В папке с шаблоном сайта создаем папку system field view. по аналогии с system field edit. Туда копируем шаблон компонента и переименовываем его в соответствии с именованием нашего типа пользовательского поля, то есть флаг. открываем шаблон и видим здесь отображение значения пользовательского поля. Можно скопировать код из шаблона формы редактирования, то есть из system field edit. Код, который проверяет наличие файла с флагом и вывод картинки. Копируем данный код, вставляем его в шаблон компонента. Единственное важно, что здесь идентификатор значения выглядит вот так. Соответственно, заменяем его и проверяем, что у нас теперь показывается флажок и название. Для каждого создаваемого пользовательского поля обязательно создать шаблоны компонентов system field view и system field edit. Далее, как пример, у нас было в классе, в родном using type и нам определены еще множество методов для отображения значений поля и форм редактирования в административной части. Давайте в качестве примера рассмотрим отображение в списке пользователей, то есть вот здесь. Сейчас, если мы зайдем в список пользователей и выведем здесь наше поле, то мы увидим, что отображается его значение просто текстом, так как оно исследовано от класса список. Если мы с вами заглянем в стандартный класс списка, то мы увидим здесь множество функций, про которые было сказано выше отвечающих за отображение полей ввода и отображение полей просмотра в административной части. За основу мы с вами возьмем функцию, которая отвечает за отображение значения пользовательского поля в списке в административной части. Эта функция называется getAdminList viewHtml. Копируем ее в свой класс. usingType flag код. Эта функция отвечает за отображение значения пользовательского поля в списке в административной части. Здесь нам нужно сделать также отображение флажка. опять же берем код который отвечал за вывод флажка то есть вот этот и видим здесь что сам цикл вывода проходит вот здесь то есть мы присваиваем в кэш значение пользовательского поля соответственно здесь нам нужно проверить существование изображения и дописать его к значению для этого мы присвоим с вами значение пользовательского поля временную переменную дальше проверим существование картинки в данном случае идентификатор у нас будет переменной аргенал иди если картинка существует то мы добавим то мы ее добавим к выводимому значению так можно еще здесь добавить пробел после этого если мы в администативной части обновимся мы увидим что у нас с вами значение вывелось вместе с ложкой доставки 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 Продолжение следует...